В Нижнем Новгороде 13 часов и 12 минут. Студия Анастасия Любимова. Если у вас есть идея, вы хотите сделать из нее большой бизнес, но опыта в этом у вас нет, не страшно. Ведь в городе можно пообщаться с лучшими экспертами на рабочих выходных Харвест. Подробнее об этом поговорим с Сергеем Живульным и Олесей Лиюшкиной, представителями фонда развития интернет-инициатив в Нижнем Новгороде. Они у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Вначале давайте поговорим о самом проекте Харвест. Что это такое? Серия мастер-классов, как я понимаю. Все верно. Это достаточно короткий и быстрый способ для того, чтобы проработать максимально качественно свой проект, используя не только свои ресурсы, но ресурсы экспертов, самых продвинутых в городе, иногда и в России. То есть, используя их опыт, используя их знания, можно сделать, проработать максимально свой проект и уже на выходе иметь готовый проект, с которым можно реально начинать свое дело. Но это в общих словах. А что конкретно дает проект? Чему можно научиться? Вот на примерах даже, может быть. Смотрите, здесь можно научиться очень разным вещам, начиная с того, как правильно презентовать проект. Это один из очень важных аспектов, потому что для того, чтобы какой-то проект создавать, его нужно научиться продавать правильно, то есть презентовать. Часть времени будет потрачено на то, чтобы именно научиться презентовать проект, для того, чтобы можно было его защитить перед инвесторами, для того, чтобы можно было бы его защитить перед своими клиентами. Это часть времени. Дальше очень важный блок – это экономика проекта. Много проектов сыпется на уровне просто момента, когда люди что-то создают, понимают, что вроде бы есть такая задача, но в итоге понимают, что экономика не сходится. То есть невозможно на этом проекте заработать в итоге. И это проблема. Вот, соответственно, примерно про это. И еще один блок – это про то, как именно проект лучше всего и быстрее развивать, какие инструменты использовать, какие рекламные инструменты использовать, какие использовать инструменты продвижения, какую модель. Если мы говорим про интернет-проекты, то какую модель монетизации выбрать, то есть как его продавать. Сначала показать, потом продать. Продать, соответственно, подороже за то, ну или подешевле, но сразу. То есть, ну, вот эти все варианты прорабатываются. Три основных кита. Как предложить, как продать потом и экономика, естественно. Да. Хорошо. А вот все ответы на волнующие вопросы уже конкретно. Можно будет получить в процессе мастер-классов, как работать в команде, да и многие другие. Но вот для анонса мероприятия давайте все-таки дадим несколько советов для начинающих бизнесменов. Вот в частности, давайте ответим на самый главный вопрос, вечный. Стоит ли начинать дело с друзьями? Можно. Можно. Но единственная есть особенность. Если вы не боитесь этих друзей потерять. То есть, если вы понимаете, что вам человек нужен крепкое плечо рядом, но если что, вы в принципе с этим другом можете в какой-то момент расстаться, то можно. Потому что большинство партнерских отношений через какое-то определенное время рассыпаются. Но это не страшно, то есть, это как бы многие, возможно, это лучшее, что вы можете сделать со своим другом. Но лучших, самых близких друзей, наверное, в качестве своих партнеров брать не стоит. То есть, поберечь их все-таки стоит. Хорошо. Сергей, а вот в целом для кого нужен проект Harvest? Какая целевая аудитория? Начинающие бизнесмены или все-таки уже, которые имеют свой бизнес, тоже могут посетить и узнать много нового? Прежде всего, задача для тех, кто только начинает свой бизнес. То есть, это наиболее для них будет интересно. В принципе, можно прийти и людям, которые уже имеют собственный бизнес, но у которых есть какие-то сложности. Просто есть все равно, даже бизнесы, которые работают достаточно долго, несколько лет, у них могут быть какие-то проблемы. Проблемы с продажами, проблемы с теми же презентациями, проблемы с взаимодействием в команде, проблемы с мотивацией команды. То есть, может быть множество сложностей. Ну и все-таки мастер-классы Harvest помогут решить эти все проблемы, хотя бы разобраться. Это способ проблему не скрывать, а ее наружу вытащить и с ней поработать. Просто есть люди, которые это дело прошли много раз. Это эксперты Harvest, которые будут помогать. Люди, которые уже создали десятки бизнесов. Люди, которые смогли эти бизнесы расширить. То есть, они могут помочь избежать первых граблей, на которые не стоит вставать. Хорошо. А когда пройдут в городе выходные Harvest? Выходные Harvest пройдут 13-15 февраля. То есть, они специально для тех, кто работает, они проходят именно в нерабочее время. То есть, 13-го числа это будет с 18.00. Это в пятницу начнется, на следующей неделе. А потом, соответственно, 14-15-го это полные дни, полное погружение. Хорошо. А как подать заявку на участие? Кто может это сделать? Любой нежигарный? Или нужно свою команду зарегистрировать? Здесь есть особенность. Можно лучше всего, если вы придете с командой, потому что вы сможете свой проект проработать полностью. Но если вдруг есть такая ситуация, что у вас команды нет, то вы можете присоединиться к одной из действующих команд. Но, конечно, это имеет смысл, если вы хотите потом в итоге с этой командой этот проект дальше развивать. По поводу того, как подать заявку, самый простой путь, к сожалению, из оффлайна в онлайн очень сложно людей переводить. Но самый простой путь – это группа ВКонтакте есть, Harvest.nn, Harvest Нижний Новгород. И, в принципе, через нее вы можете пройти ссылку, по которой вы можете зарегистрироваться. Хорошо, Сергей, еще последний вопрос. Что взять с собой на мастер-классы? Какие-то свои проекты, распечатки или просто все будет представлено там? Прежде всего, нужно с собой взять свою голову, быть максимально открытым, готовым отвечать на вопросы, на самые сложные, жесткие вопросы. Нужно быть готовым по-настоящему работать, потому что легких выходных 13-15 у вас не будет. То есть в эти выходные не стоит отдыхать, а нужно работать, работать и работать. Да, это будет очень жесткие, напряженные, самые, наверное, такие напряженные выходные могут быть в году. Но зато потом будет результат хороший. Спасибо большое, Сергей. У нас в гостях были Сергей Живулин и Олеся Льюшкина, представители фонда развития интернет-инициатив в Нижнем Новгороде. Я напоминаю, если вы хотите создать свой большой бизнес и уберечь его от ошибок и провалов, то 13 февраля посетите мастер-класс Harvest, и старт для вашего бизнеса будет успешным. НМ-Радио